Сегодня мы около института пчеловодства, около Пирогова, института пчеловодства имени Петра Ивановича Прокоповича и приятно встретиться с президентом спилки пасечников Украины Леонидом Ивановичем Бередом Леонид Иванович, вы пасечник с большим стажем, ваша пасека здесь недалеко от Киева Расскажите, какие были позитивные результаты этого сезона, может быть, какие-то были трудности Вот у вас здесь много продуктов вашей пасеки, и об этом немножко расскажите, какие были успехи? Значит, первое, доброго дня, шаново пасечники, хочу приветствовать вас, зараз у нас свято с пасем Значит, всем божаю здоровья, успехи И самое главное, как бы там ни звучало, так сказать, все это, так сказать, для меня особо звучало, что в таких фильтрах завтра, лишь бы не было войны, насколько сейчас актуально, что бы только не было войны Значит, можно сказать, что, до речи, до цього и темы, что спилка пасечников Белоцерковского товариства 760 кг меду сдала 72-й нашей дивизии знаменитой механизации Ви это памятаете, про нас, что сейчас происходит в стране, и что такое дивизия 72-я, как была в оточнике Значит, ну, это, что касается загальних вопросов Питание по пасекам, в этом году очень важный сезон, очень важный Во-первых, это была очень поздняя весна, холодная, и бжоли не успели развиваться до того, чтобы взяти хороший медозбир Правда, не у всех это людей До речи, кроме того, что у нас акация померзла, в деяких регионах акация вымерзла 100% Но надо сказать, что надо основное, хороший пасечник может отримать урожай, но надо кочевать Без кочевлі великих медозборей не зберем Особенно у меня, в моей семье могу сказать так, что мы в этом году кочали 4 раза Первый раз мы качали травмевый мед, второй раз мы качали, это у нас акация По 11-13 литров из улики, и третий раз мы качали липу Подивите, пожалуйста, что липа, что акация, майже не отличается Но липа была настолько густая, вы можете посмотреть, что даже через нее здесь все это не проходило Надо просто деяких регионов, которые дали уже Четвертий раз мы качали, это было соня, ну, с доблечком, безусловно, липы и так далее Значит, четыре раза, и в середнем мы, например, даже на липе взяли 20-25 литров медового Ну, это такие досягнення мои Дальше мы пропускаем продукцию Дело в том, что мы знаем, что мед это всего на все 45% в рентабельности нашей пасечки Тому ж тихо призывание Работать все, это, например, настойка и прополюсов, и экстратпидморубжил, и восковые моли И настойка статевого злого трутня Розповедать, что не будешь все И пилок нужно собрать Мы, до речи, даже делаем креми на меду И делаем мило на меду Это тоже один из видов Потому что мы не только занимаемся, что мед Мы занимаемся для того, чтобы отримать какой-то результат Деяльности своей А значит, зарабатывать копейку для того, чтобы отримать свои семьи Чтобы их кормить и все Значит, это один из методов Теперь випуск питного меда Все знают, что питный мед, как сказал Барабаш Василь Степанец Глава Гильдии Медоварьев Что, если заход не хочет купить наш мед То хай он его выпьет Вот у нас в новой семье 14 сортов питного меда Это только те, что мают и так Это один из шляхов организации того самого меда И отримания какой-то продукции дохода По деятельности нашей страны Значит, мы сказали, что очень важные часы И еще можно сказать, что в этом году Да, ситуация такая Склалась война В Украине и где война Люди не могут купить Покупность по носу нема Меду мы собрали мало Где-то, мабуть, на відсотки 40 Меду в этом году Меду в этом году меньше Значит, у Польши майже меду нема В Немеччине нема В Америке зібрало по 15 кг на семью А Аргентина Меду щоречник 100 тысяч Тільки 50 тысяч человек Через 100 в странах нема Ми збільшили реалізацію меда За начало этого года На 30% в сравнении с прошлым годом И еще одно Вы знаете, что Евросоюз Масово дозволили Подписали угоду Про то, чтобы продавать продукты За кордон Но чтобы вы знали Из всех продуктов Пока в основном Иде только мед Почему мед? Потому что мед Это один продукт В Украине Он сертифицирован И по качеству Он подходит для Захода И мы еще можем Збільшить даже Эти потужности Сейчас 22 числа Планется Заезд в Польшу В Польшу Великая делегація Великая делегація 60 человек Из Украины Представников Виробников И медоварев И хлопцев наших Пасечников Спилка Пасечников Представляет Дуже великую кількість Мы Плануем не просто так Поехать Для того, чтобы просто Взять участие в Ярне Мы едем туда Делегацію Представляем Украину На рівні Мы запросили до нас Поездку Министерство Аграрної політики Из Відділ Куда мы Відносимся Відділ Тваринництва Представником Мы вчера спілкувалися Люди нагідали разом З нами Буде представлена Спилка Пасечников України Буде представлено Науковий центр Буде представлено Братство Бжолярів Буде представлено Гильдія Медоварів Буде представлено Міністерство Такий комплекс Багатьох Представник Буде представлено По віку Пчеловодство Здесь много пчеловодов Один из пчеловодов Очень интересный Здесь Владимир Пчеловод Со стажем Ну уже И изобретатель Можно сказать А в Украине Каждый второй пчеловод Изобретатель Вот у него свой Такой есть Ули Который он здесь тоже презентует Такой необычный Владимир Расскажите Что это у вас за такой Необычный Я думаю Что и Думаю продуктивный Тоже Ули Раз вы его сделали Да Ули из камыша Вот Полностью он сделан Из камыша Внутри камыш присутник Крышка вот у него Из камыша Связан Крышка потолочена Она Ставится Корпусная система То есть Два корпуса Под стандартную Додановскую Рамку 300 На 10 рамок Корпус Плюс Магазинная Наставочка На 145 рамочку Третья Чем хорош этот Ули Тем что Это экологически Чистый Материал Вот Плюс Легенький Ну да Камыш Очень легкий Воздушный Можно сказать Легенький Теплый Теплый Почему Камыш сам по себе Он пустотелый Внутри Прессуется Толщина стенки 3 см Вот Прессуется оно Прессами Вот Получаются Вот такие корпуса Это вы самостоятельно Спрессовали Да Таким Самодельным прессом Да То есть камыш Заготавливается В зимний период Тогда камыш уже Такой Желтенький Высыхает Угу Косится Привозится Вяжется Привозится Домой Потом нарезается По размерам Потом Эти Этот камыш Прессуется Вот Такие корпуса Пчелы Прекрасно В нем Зимуют То есть Он теплый Летом Пчелы не Выкручиваются И в нем Хорошая Вентиляция И Хорошая Вентиляция То есть Микро Такие Трещинки Которые Пропускают Воздух Ну Можно сказать Что они И пропускают И не пропускают В это время Да Потому что Пчелы Сами по себе Не прополисуют Что из дерева Улей И что это Где им надо Они там прополисуют Но они не заделают все Здесь полностью прополисом Бока Через какое-то время По опыту Не заделают То есть Ну я уже Третий год Такими улями Пользуюсь То есть Я ними очень доволен А вот это Только потолочина Здесь никакой Нет Да он идет Бесфальцевый Это называется Бесфальцевый Бесфальцевый Просто вот здесь Пластина Да Вот он просто Да Потому что если фальцы Работать с корпусной системой Когда работаешь пчелы Они вылазят Выкучиваются Их можно придавить Здесь тоже Начинаешь их скрипать Вот это вот Начинаешь ставить Фальцы попадать А дерево Разбухло Где-то не попадает Где-то начинается Перекос получается А тут быстро Вариант Просмотрел корпуса Местами поменял Раз Поставил Если пчела тут сидит Подвинул Сдвинуть ее можно Да Сдвинул ее И все Корпус стоит на месте Многие пчеловоды говорят А вот мы кочуем Да Вот мы кочуем Как это кочевка Выдерживает Саморезы Или просто делаются Крепежи Между корпусом Ну каждый пчеловод Может свой вариант Придумать Или защелки Такие вот Как есть На бидонах Или Два самореза Тут Тут Проволокой Или натяжные Идут ремни Связать их Да Связать Оно прижало Все Корм Никуда она не девается Отлично Вот у вас тут и продукция Тоже как раз Из таких же улей Или из разных глядов Вот эта продукция Вот это вот 245 магазинная рамочка Да Вот она в этом корпусе Вот это тоненькая Отстарка Да Отдельный сотовый мед Стильниковый Да сотовый мед Это специально Поднимой я В этих корпусах Они меняются местами То есть работает матка А вы здесь У вас уже какой Есть мед Тоже С разных цветов Видимо Да Разный есть мед Есть майские Есть липа С разнотравлением Липа С подсолнечником Гречка Вот есть И полог Конечно Да И полог Ну вот тут и наверное И с восковой молей Экстракт вижу Есть и прополис Да Уже продали с восковой молей И прополис остался Спасибо за И интересную презентацию Вашего уля Вот еще один нюанс Как мы пыльцу собираем То есть прилетная досочка Вот она вынимается На ее место ставятся Есть такие Пыльцесборник Да Пыльцесборник Обычная просто Что-то надо Раз И все Не нужно здесь Никакого утепления В принципе А на зиму здесь Нужно поставить Какое-то утепление Нет? Нет Нет Спасибо Очень интересно Так что Можно с обычными Простыми Такими материалами И сделать такой Достаточно эффективной Улей И были бы руки И не очень дорогой По стоимости Чтобы изготовить Ну Нужно С аэропорта Да Спасибо Расскажите Зачем это велосипед Он что Экономит энергию что-то? Просто как Вы ставите на экспон Нет Это так не бывает При лечении Внимание Он у вас Вон с моторчиком Сделал Мотор от медогонки Просто показывает Как что мотор Работает и тянет Тянет Даже Велосипед Колесо вот это вот Он тянет Это привод для медогонки Ну да И показать наглядно Для того чтобы Что он может Его силу Его потужность Да Я готов Он просто Это так Барабан хороший Диаметр тоже отличный Можно даже такую Огромную медогонку Сделать С таким диаметром Он не потянет может быть Не потянет Хотя Если надо Пошли Все Не потянет На 20 потянет На 20 потянет На 20 потянет Если Нормально ведут Ну у нас Люди брали Ставили На пульс Даже Не На 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Д Celebr conditioning ДимаTorzok 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 семей. Стараюсь, даже если что, их объединять. Только сильные семьи. Здоровые, сильные семьи. А продукция эта, поскольку-поскольку, как получается. Это уже как следствие труда. Это награда. Я не люблю пчеловодов, которые заваривают за продукцию, которые говорят, что качают большими медлятами. Я с такими, как правило, пчеловодами не соприкасаюсь, завор заканчиваю. Я всегда люблю пчеловодов, которые заваривают за пчел. Которые успокоятся за здоровье пчел, которые ведут правильное, грамотное пчеловождение, то есть посечкуют грамотно, то есть они здоровые у них, крепкие, не голодные, не обдирают пчел. Вот это я люблю. Когда породность, породность. Покупать племенных маток, менять племенной состав, короче говоря, поддерживать герафон. Когда нормальные, не допускают блуждающие раёв, чтобы в них не утекали, не убегали, не улетали. Когда хорошие, продуктивные семьи, здоровые семьи. Здоровая ситуация, санитарно-ветеринарная ситуация, когда заботятся об чём. А вот в этом году у вас роились, пытались улетать? Роились, роились. У меня ещё за всю мою практику, за все мои года, первый рой у меня улетел, и то в соседний дом, в подполье, и я его достал туда. После этого мне ни один рой не улетел. Вы его нашли всё-таки? Я его нашёл, я за ним пришёл, я выстрадал, но я его забрал, и я их забрал. Ну, ни один рой не за всю мою жизнь не вылетел. А сирот принимаю, матки забираю в сторону, пчёлы обрабатываю и стараюсь сбоку, с торца, у меня большая рамка ёмко-ёмка улья, сам сам делал по 40 рамок улья, у меня на украинскую рамку, именно на украинскую стандартную рамку, ну, перевёрнутая на блата, ну, украинский лежак, 40 рамочный лежак, а вот как этот стол, наверное? На тёплый занос, на тёплый занос, всегда получается сзади место, я всегда на это место сажу рой, и потом со временем определяю качество маток, и уже отделяю там всё. Ага, а потом матку его удаляете и объединяете две семьи? Да, конечно, получается подсиливают, только блуждающего рая меня подсиливают, но санитарно-минтернатором состоянии я контролирую, чтобы не было заноса болезни. Обязательно. Да. Ну, а матки смотрю, убираю, конечно, потому что она ж не породичная, не своя, не моя. Вредят, конечно, то, что в плане вред, что много заводят людей, пчёл, в аборигенные ведут, племенной фонд не поддерживает, и получается блуждающий рая, то понятно, а трое трутня, и трутня тоже некачественное. От слабеньких семей? Приходится чаще покупать племенной фонд, менять, заменять и тому подобное. Стараюсь лежать в таком режиме. Стараюсь, чтобы раньше начали они раяние, чтобы сила раньше была, развитие, и быстрее пошли в раяние, и быстрее отроились, и быстрее, чтобы уже больше, говорится, матки уже все молодые погуляли. Ежегодно у меня и маток, короче, конечно. Стараюсь, чтобы блуждающие раяни не отсекали маток, потому что она, бывает, прилетает и отсекает маток. Ну, я еще до этого момента, то есть стараюсь, чтобы не было отсечения маток, и чтобы пчёлы были сытые, не было такого, чтобы прерывание яйцекладки, ограничение яйцекладки, потому что меня всегда интересует, чтобы сила, сила, сила. А вы успеваете как-то контролировать это? Ну, вот сколько у вас, допустим, пыталось выйти раев? Ну, в этом году мне вылетело 18. 18? 18. Вы их вовремя остановили, всех расселили? Все взяли, они все расселены, все объединены, потом семьи, все. Таким образом, тоже по этой помощи выравнивание, ну, я использую как медовых, как в раевых, раевую энергию использую, а потом объединяю. Сначала раевая энергия, а потом объединяю. Ну, в принципе, раи нет природных, они должны роиться, вот эта их природа. Да. Она не может пчела не роиться, но раиа надо использовать, надо, чтобы раи были ранние, ну, как бы ранние, чтобы они были перед основным взятком, ну, основным взятком у меня малина дикая, так я стараюсь, чтобы до малины дикая, чтобы они уже были, отроились. И тогда эти раи уже работают, или хотя бы во время малины, когда уже малины выделяют, по моему региону, где я там, чтобы уже малины, когда выделяют, хотя бы в этот период, но не на конце малины, конечно, значит, непрерывчивые. А так, стараюсь так подгонять таким, вот, 25 дней, чтобы сила уже нарощена была, больше малины, до цветения малинов. В основном, я ориентируюсь по малине, по дикой малине. Ну да, еще по лесу как раз и малина, хорошо. Я ориентируюсь по дикой малине, не по акации, а малина, дикой малины, это где-то конец мая. У вас тоже, наверное, малины вымет есть? Оно пошло в состав. Я качаю, как правило, один раз. Конечно. Я качаю один раз. За сезон качаю один раз, как правило, я спасаю. После спаса я, как правило, верескую. А, даже верескую. Он такой густой, наверное. Мономеда, в принципе, я люблю полимеда, полифлёрный меда. Я такой, в принципе, пчел жалею, потому что мы не кушали, мы не голодные были. А как вы по своему оту, конечно, скажете, ну работа пчеловода нелёгкая? Нелёгкая, конечно, в кадрах, да, нелёгкая. Это, кто думает, что поставил пчёл и так просто будет, так вот, это глупые люди. Я считаю, пчеловод должен быть умный и не работать так, как пчела. Есть такая хорошая пословица русская, пчёл держать на теньку и лежать. Вот такого принципа придерживаюсь. Такого Петра Иванович Прокопович тоже учил. Надо работать. Самое страшное на пасеке неробство называется. Неробство. Пчеловод не должен быть неробой, он должен быть рабочим. Рассчитывают на то, что где-то будет, где-то что-то природа попустит или пчела попустит. Это наивным надо быть человеком. Пчела ничего не попускает, природа тоже не попускает. Надо быть рабочим. Надо работать. И думать ещё. Сейчас биться головой булик и работать. Ходить за пчелой. А вот молодёжь всё-таки не хотят. Пчеловоды обращают внимание иногда. Мало, мало, мало. Даже те, которые брались в среднего возраста люди, они многие бросают. Отношение такое. Я редко встречал фанатиков, редко встречал. У меня по району, Анатолинского района, я так вот могу сказать, что таких порядков двух-трёх человек. Могу назвать, которые истинные пчеловоды. По душе, по духу, по совести, по морали. А в основном так. А вдруг доход, доход, будет доход, а может не будет доход. А вот именно пчеловодов, которым можно разговаривать душа в душу. Именно как брат с братом. Именно как человек, который фанатично любит пчелов. Таких порядков трёх человек. А у которого горят глаза от общения пчелы. Да, именно пчелы они за мёд. Которые интересуются, куда она летает, что она посещает. Не просто так вот, на гречку, там, полетела на липу. Какие ещё цветы есть, какие рослины есть. Какая медоносность, медотдача, как плывает климат. Средние показники суточные по поводу, по погоде, по погодной умове, среднюю погодную умову. Ну, короче, это будет грамотом человека. А как вот они у вас зимуют? Зимуют прекрасно. Прекрасно. Как хорошо подготовишь, так и на улице ширина. Как подготовишь, так они зимуют. У меня никогда не было... Главный уход. Правильно подготовить, правильно дать корма, не пожалеть. Чтобы они были хорошими, на хороших кормах. Чтобы у них была хорошая вентиляция. Не было грызунов. Добротные улья, чего они? Перезимуют прекрасно. Они прекрасно перезимуют. Ничего им не страшного. Главное, чтобы не было сквозняков, ветров, щиты делали человека. Укрываю пасеку. Вентиляция была в верхнем, нормальная. Через верхний виток. У меня верхний виток не закрываю никогда. Теплый уход зимует. У меня никогда не закрываем виток. У меня он порядка 12 миллиметров. 12 сантиметров шириной. И 12 миллиметров шириной. Я никогда его зимой не закрываю. Никто не закрывал. Верхний, осоко, крыл сверху. Купиктовал, крыл осоко. Даже на улице без всякого амшаника? На улице никаких проблем. Никаких амшаников. Щиты очаретов поставил, накрыл эти ветровы. Поставил решетку от мишени и все. Пчелы обработаны, покормлены, закормлены. Матка молодая, правильно сформированное гнездо. Сила достаточная зимой. Прекрасная. Никогда такое у меня. Спасибо. Очень интересно. Спасибо Владимир Михайлович. Очень интересно. Желаю вам успехов, хорошего медосбора и здоровых пчел, которых вы так любите. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Сегодня мы в Киеве. на выставке пчеловодства около института пчеловодства Аграрной Академии Наук около Пирогова. И наш гость это Иван Петрович Григорчук. Пчеловод Садыщины. Иван Петрович автор безвощинной технологии производства пчел и меда. И вот в руках у него интересное его изобретение. Иван Петрович, расскажите, что это за небольшой такой улей? Или что это такое? Улей – это продукт безвощинной технологии, хоть ее можно изготовить и в других технологиях. Но авторство не совсем мое, это авторство с известным апитерапевтом Солоденком Юрием Николаевичем. Он называется «Улей-контейнер апитерапии». Ну, как я сказал, авторство Солоденко и Григорчука. Что он собой представляет? Как я говорил на «Апимонде», если кратко, открыть, как аквариум действует, успокаивающий психологически на человека. Также открываем и видим это психотерапия, успокаивающие действия. Вы видите, как здесь живут пчелы. Они заполнены. С другой стороны, не каждый человек может приехать, как сейчас известно, сон на улях лечебное воздействие делает. Это можно привести к больному, положить возле него вместе с пчелами. Также это ароматерапия и вибрация пчел. И биополе положительно действует на человеческий организм, потому что они работают в одних частотах. Вот получается такой переносной улей с таким апитепер-лечебным эффектом. Его же может быть назначение как и нуклеуса. Это уже второе. Можно и выводить маток. Для этого это очень дорогое удовольствие. Мы с Улья безмощенной технологии заряжаем сюда с маткой четыре рамочки. И можем ее разместить на балконе, возле окна, предварительно, чтобы пчелы могли вылетать. Для этого сделан литок, который при транспортировке закрывается и открывается. Если вы забрали, с одного места пчелы перевезли, на это же место привезли, открыли, пчелы летают. Также зимует. Есть верхний литок, через который апитерапевт, если необходимо взять пчелу, чтобы произвести пчелое желание. Берете сверху. Также при закрытом состоянии вы можете подкормить, потому что при высокотемпературной зимовке нужна влага поставить. Здесь водичку, ну губка ставится. Здесь есть вентиляция маленькая. Здесь вентиляция, да. Это в зимнее время. Потому что в летнее время пчел у нас на пасеке и улях много. А в зимнее время нет. Ну а человек, который начал принимать лечение и много апитокситерапии, это пчелы ожаления, значит нужны пчелы крылый год. Этот улей дает возможность получать этот крылый год. В летнее и зимнее время. Ну в принципе все. Есть на четыре рамочки, это вместе с маткой. А есть на две рамочки такой же. Это чисто для апитокситерапии, чтобы перевести в чел к больному. И использовать только в целях апитокситерапии. А вот здесь у вас на четыре рамки с маткой. И матка может там жить с небольшой семьей. Это как микросемейка, нуклеус. Она полностью может жить целый год. Но в летнее время, когда бурны начинают развиваться, тогда надо отбирать рамочки маткой, поставлять новые. И они будут жить... Ну так как объем... Увеличивать собой. Да. Увеличивается вам надо постоянно отбирать. То есть они будут жить как обычный микроб улей. А вот как смотровой такой и лечебные улей можно их переносить и использовать для лечения или для показа. Да. Особенно, что мы, если забрали, перенесли, определенное время мы знаем, что пчелы прикрыли. С вентиляцией мы можем перевести. Ну а задача, чтобы вернуть их на прежнее место. Откуда взяли, на прежнее место. Да, потому что они потом будут прилетать обратно же. Да. Потому что мы знаем, что ориентация пчел с расстоянием полметра. Вот они ориентируются. Спасибо, очень интересная. Очень интересные улей лечебного характера и безвощинной технологии. В производстве и содержании пчел. Вот здесь нет ни вощины, здесь только просто рамочка. Ее застраивают пчелы. И здесь семейка живет небольшая. Вот такая замечательная и интересная рамка. Спасибо, Иван Петрович. Успехов Вам. Спасибо Вам. Удачи.